добрый день дорогие мои вы на канале приют ангелов с вами народный батюшка и матушка остановила он фотографирует тоже показать мне простоту деревенская которая радует глаз и нам делает приятные вот через такие изделия знает кто-нибудь для чего вот эти изделия давайте поближе покажу ну кто знает напишите что это за предметы такие быта и эти предметы сейчас в ходу это банька этой баньки я думаю лет 200 ну уж не меньше ста точно и ею пользуются и вот эти предметы еще у этой баньки в ходу так вот мы обсуждали вчера с матушкой а что же на самом деле в деревне у людей как говорится в ходу какую они быт держат и пришли к выводу что куда мы не заходим там простой чистый и по-деревенски красивый быт то есть все таки потихонечку выкристаллизовалась у нас здесь жизнь хотя в начале вот когда мы 90-х приезжали тут так стремились люди купить какие-то стенки переоборудовать дом под евроквартиру и так далее там подобное но потихонечку вылезали вылезали вот эти все бабушки на ценности всякие коврички половички да еще сами делать научились все это и вот такие детальки и теперь заходишь в дом и там хорошо чистые просто и просто и вот это не просто умиляет или как-то говорит о том что люди-то осознают свою культуру а ведь они эту красоту и этот быт сделали не для культуры люди осознают свой комфорт в этих условиях как комфорт который традиционным для них он этот комфорт у них столетия передавался генетически через бабушек и дедушек люб отойди оттуда то собака лает и лает она тебя видит вот все делает свое дело у нее тоже генетически заложено лаять на тех кто а матушка снимает красоту тут все блестит по-прежнему так вот получилось так что вот попытка сделать некий такой западный комфорт и какие-то натянуть такие особисти бытовые они не работают на душу они не не я-то на самом деле вам могу как анекдот рассказать что мы когда-то с матушкой поженившись уехали на северной урал жить поселок оус может кто там вспомнит и там я попал в бригаду башкир был муса его звали муса он уже был орденоносец ему было столько же сколько нам лет и у него было пятеро детей а нам было по 22 20 значит в общем первый ребенок у него появился в 14 лет когда его привели к жене а ей было 12 лет сказали вот это твоя жена а он говорит а я не знаю что с ней делать но жена а что дальше так его дед учил что с ней делать в 14 лет она родила ему первого ребенка так вот настолько хороший настолько рабочий человек настолько любвеобильные можно так сказать мы нашли такую замечательную дружбу с этими людьми и такой замечательный отклик но мы то приехали из москвы я-то в москве до этого жил и вот он начал спрашивать а как москве живут а что в москве какое вот такое популярное что ли какое а в москве тогда было популярно делать как эти полированные полированные комнаты зеркальные комнаты я тогда встречал вот это все это было так и вот я ему рассказываю что вот такая история делают люди вот так вот такой быт и все остальное какой-то раз а мы ходили к ним мыться в баню он и говорит подождите две недели к нам не приходите ну ладно я там ремонт делаю ну ладно не пойдем через две недели приходите мы приходим и дом не узнаем дом она была директор магазина мебельного у него жена а нет она была продуктового но ну там все свои как говорится в общем одна комната в доме сделана вся из стенок полированных шафонеров другая комната поменьше сделана вся из зеркал вот те которые трильяжи там были все такое он накупил какой можно техники а денег было много он действительно ординардов хорошо зарабатывал вот и даже умывальник вот этот тик тик вот этот валик у него был сделан из полированных досок но мы были в шоке были в шоке при этом это так умильно смотрела что человек хочет какого-то особого комфорта а я смотрю какую змею нашел увидели сколько у нее витков у этой змеи вот это да и вот он такого комфорта себе вот в этом поселке оус не знаю жив ли этот поселок если там кто уж тем более мир за не знаю мир за где теперь он планировал 10 детей иметь но вот это стремление к комфорту на самом деле оно ведь есть у нас у всех генетически поскольку комфорт на самом деле это удобство проживания удобство существования в той среде которые тебе дает и здоровье и дает возможность упрощение жизни то есть вот как без этого коромысла что я вам показал воду наносить но можно но с коромыслом лучше как без этой стиральной доски а я сдал да сам спрашиваю что это такое и сам же рассказал постирать но можно постирать но так-то комфортней и вот если присмотреться как этот комфорт в конечном итоге организовался в селе или в деревне то здесь оказалось комфортно жить вот с такими бабушкины полотенцами и половичками потому что половичок взял с грудью пошел стряхнул и снова пол чистый жить с этими подвесиками потому что но в общем все вот так вот так вот красиво поэтому дорогие мои когда мы пытаемся втянуть в свой быт нам непривычную и иногда нелогичную для нашего существования культуру быта комфорт то часто этот комфорт становится на самом деле разрушительным у меня была еще одна интересная история как я пришел в один дом в котором жена с мужем какое-то время начали все время ссориться и я пришел и все что мне бросилось в глаза первые что они сделали большой ремонт у них замечательнейшая кухня но кухня едкие желтый и красный цвета прям вот такие как неоновые цвета я просидев на этой кухне 10 минут начал чувствовать себя неуютно а через еще 10 минут мне хотелось поругаться с хозяйкой оказалось на самом деле так я после встретился с профессором филиным это видео экологии такой большой ученый был который видео экологии продвигал он подтвердил что такие яркие краски в доме в быту да там красный цвет дает возможность повысить аппетит если дети но желтый цвет да еще такие ядовитые цвета это все раздражает я им высказал говорю вот специалист сказал такое интересно они взяли поменяли кухню и вроде перестали ругаться такая у них то есть на самом деле то что нам оставили родители и бабушки и дедушки это веками веками отработанный быт почему все эти сейчас такой и популярный можно так сказать или модный как говорят так что приезжая в деревню не тащите в деревню города больше того я вижу как приезжая в деревне некоторые и деревне-то излишки тащит такую деревню устраивают что она уже сто лет не существует такой деревне лучше так вот как как есть так вот скромно умеренно как существует последние сто лет вот это есть и красиво и уютно и комфортно все здоровья вам всем радости вот вам еще раз елочка на прощание в лесу родилась елочка в лесу она росла те кто смотрит мои ролики если найдете ролики на этой дороге лет десять назад то эти елочки были вот такими вот такими то есть они выросли все на наших глазах и поэтому для нас это родные елочки а мы ходим уже присматриваем что нам на новый год нам лучше присмотреть когда еще не наступила большая зима поскольку видно мы на новый год все время берем какую-то вот такую маленькую елочку эти маленькие елочки а берем ее отсюда потому что видите высоковольтные линии и раз в несколько лет проезжает какая-то такая жуткая машина и вот эти все деревья все эти елочки даже вон такую ольхову как-то она прям съедает так прямо тут честно я вам показывал тоже лет пять назад она была да поэтому некоторые нас ругают что возьмете вы елочку или не возьмете вот и мы говорим да возьмем но я еще раз хочу оправдаться мы возьмем елочку ту который погибнет ее просто щепки превратят а когда она к нам придет она еще какую-то радость принесет вот так он смотрю достаточно много да ну какие сейчас есть которые можно взять это я и пестяковцам показываю что самое то интересное что эта земля не охраняется лесниками эта земля принадлежит ладно в общем как хотите все здоровья вам всем мои хорошие радости аминь аминь